Вот что. Извините за спойлер в названии, но вообще очень трудно не заспойлерить игру, которая спойлерит сама себя в самом же начале. Начинается она с того, что нас тащат под руки к неким роботам, стилизованным под такую классическую итальянскую мафию. У них забавная манера произносить слова без склонений и спряжения на вроде «ты рассказать все, подтверждать». Ну, мы, конечно же, подтверждать и все рассказать. И видим некий такой флэшбэк-завязку, в котором мы на космическом лайнере летим хоронить собственного деда. Вот его пота, а вот его гроб. И, глядя на этот гроб, трудно не сложить один плюс один, уж извините. Лайнер терпит крушение по неизвестной причине, которую нам еще только предстоит расследовать. Мы чудом выживаем и, извините за тавтологию, начинаем выживать в открытом космосе. Да, по своей жанровой принадлежности игра комедийный симулятор выживания на враждебной местности. Подлый стим предложил мне купить ее, определив как похожую на сабнафтику. Да и скриншоты были под стать. В общем, не секрет, чего я ожидал от игры. Собственно, аналога сабнафтики, только не под водой, а в космосе. И здесь дело не в моих ожиданиях, просто обычно равняться нужно на лучших, а откровенные ошибки не оправдывать чужими ожиданиями, да? Потому, хочешь не хочешь, а игру сабнафтикой я буду сравнивать часто. Да и сама игра минимум дважды себя с ней сравнивает, так что все легально. Если вам лень слушать все до конца, то могу сказать коротко, Брэсидж игра хорошая. Непонятно только, почему она Брэсидж. По идее, Брэв Эдж. Край дыхания, или же последний вздох. Ну, а сама игра локализована на наш язык. Точнее, нет, не так, не так. Игра полностью на русском языке, потому как разработали ее именно русские разработчики. Да, приготовьте свои матрешки с балалайками, седлайте медведей, мы отправляемся в космос. На самом деле, возвращаясь к теме, игра действительно хорошая, и вдвойне приятно, что эту игру выпустили наши парни и девушки, но, как говорится, полез я под юбку, а там нюанс. Вот это тоже нюанс. Возможно, разработчикам немного не хватило опыта, чтобы приблизиться к той же сабнафтике ближе, чем получилось. Давайте так, эту игру можно разделить на две части, концептуальная и механическая. Так вот, концептуальная часть великолепна. Я не просто так сказал, что эта игра комедийная выживалка. Юмор, притом черный, порой даже чернушный юмор, стеб над всем и вся, шутки-пашутейки, каламбуры, идиотские, гротескные, безумные ситуации тут возведены в культ. На этом вся игра строится в принципе. По этой же причине перечислять каждую шутку юмора можно бесконечно. В одном только вступлении их уже целый вагон. Вам предложат заменить сигарету курящего робота на нечто более приятное, если вы за цензуру. Вам во время вступления дадут по башке и скажут, что не могли вы видеть все со стороны, и титров тоже никаких быть не могло. Вам предложат обезвреживать электроутечки в вакууме курицей, которая тут, кстати, тоже центровой персонаж наравне с протагонистом. Заголовки газет типа «Кот-вампир терроризирует жителей Марса». Ресурсы можно добывать, в том числе мочась в писсуар, который из-за повреждений засасывает из вакуума случайные вещи на борт корабля. Выстебываются старые игры на Дэнди, выстебывается Роскомнадзор, дело с газом новичок, феминизм, бодиподитив, цензура, кино, личности, мемы, стереотипы, тут выстебывается вообще все. Тут нет ничего, чтобы не выстебывалось, наверное. В открытом космосе играет по радио яхтачанка-расточанка, да, а протечку газа мы устраняем при помощи жвачки. Если честно, такого уровня и такого количества стеба над всем подряд я не встречал еще ни в одной игре. В принципе, играть стоит уже только ради этого. Только нужно учесть, что атмосфера у игры чернушно-жутковатая, соответственно, и юмор часто тоже чернушный. То есть лицезрение и препарирование трупов или смерть от засасывания в унитаз, да, и еще много другого подобного. Вот этого в игре навалом. Откровенно говоря, я очень не люблю подобный юмор, но юмор иного рода все же перевесил, и я ни о чем не пожалел. Однако юмор это антураж, это событие. Сама по себе все это выглядит как интерактивное кино, если убрать второй элемент геймплей. И вот тут кроется подвох, который я не дал мне повесить эту игру в рубрику рангом повыше. Хотя первые впечатления именно таковы, так это ж настоящий игрер-реликт, ребят, думал я. Потрясающая вещь. Да, но эмоции постепенно отпускают тебя, и начинаются механики, которые в игре откровенно недоработаны. Давайте я тогда сразу же скажу про графику. Она здесь хорошая. Графика и дизайн, к этому нареканий нет. Визуальная стилистика под стать концептуальной, и хотя в некоторых местах чувствуется недостача, все же в целом все хорошо. Одно но. Ребят, 2021 год. Где 4К текстуры? Сколько еще лет ждать, пока разработчики вспомнят, что уже почти 10 лет как есть этот формат? Ну то ладно, правда. Так вот, геймплей. Лайнер без названия, это если что его название. Вообще, с именами и названиями тут тоже заморочились в общей стилистике. Главного персонажа зовут Мужик. Да, это его имя. Ну, типа какой-то там мужик. Не какой-то, а вполне конкретный. Я иного и не ждал от игры, где есть запчасть с названием «Фигня, навязанная разработчиками», которая выглядит как фигурка члена из подручных материалов. Ну и вот. Лайнер разнесло на куски, и мы теперь должны выживать в этой кибитке, которая некогда была нашей капсулой. В общем-то, капсулы оснащены штурвалом и двигателями, но нам не повезло. Все это разворотило. К счастью, скафандр является необходимым даже внутри лайнеров, судя по тому, что его носили вообще все. Так что мы не остаемся с голой задницей. И это хорошо, потому что с нами связывается искусственный интеллект скафандра. И не простого скафандра, а похоронного скафандра. Поэтому ожидайте похоронных шуточек, но об этом я уже сказал. В принципе, это будет единственный наш собеседник на протяжении игры, и это одновременный плюс и минус. О минусе, наверное, позже, а плюс в том, что ты не чувствуешь себя одиноким. Наверное, даже скорее все-таки плюс. Хотя, опять же, я не уверен, что это именно положительно повлияло на атмосферу, какой бы я хотел ее видеть. Но уж точно положительно повлияло на ту, что есть. Об атмосфере тоже чуть позже. Скафандр на самом деле формальность. Мы, как и в сабнафтике, не оснащены на старте ничем, что позволило бы надолго отходить от капсулы. Проходим через шлюз и попадаем в невесомость. Ну, что тут сказать, космос прекрасен. Неподвижно или слегка плывя в этой бездне застыли разбросанные вещи, вывалившиеся из лайнера. Какие-то детали, которые мы будем собирать. Обломки лайнера, погибшие космонавты, их личные вещи, гробы. Много гробов. У нас же фактически гробовозка разбилась. Брэссидж арендовала место на лайнере под свои нужды. Разлился и застыл хладогель. Вокруг летают астероиды. В общем, окружение хорошо, с этим не поспоришь. И вот мы начинаем исследование, собирая по пути питательную жижу, лед, обломки металла, резины и прочие материалы для крафта. Крафт тут происходит по рецептам, которые мы узнаем либо посредством сканирования, либо, если нужно по миссии, посредством прикосновения к предмету. Но первой чаще. Затем крафтим само вещи или компоненты к ней, а потом вещь на станке, которая есть в капсуле. Казалось бы, при таком хорошем примере в виде подводной игры, что могло пойти не так? Ай, да все. Во-первых, логично, что руками многое не достать. Нужны инструменты. Например, гидравлические ножницы. Ну, как гидравлические? Ну, в общем, вот вы сейчас их видите на экране. Или лом, или магнитная отмычка. Много чего. Действительно много. Тот же сканер. И логично, что эти приспособления имеют ограниченное использование. Как было в сабнафтике. Батарейка садится, ты вставляешь новую, и прибор работает. Как это в брасидже? У тебя есть лимит на использование. Лимит истекает, инструмент рассыпается в руках. Все. А откон тебе нужен, что ли, был еще? Скрафт новый. То бишь, вернись на базу или к месту, где есть станок. Ну, то есть, да, на базу просто их может быть несколько. Или скрафт заранее аналогичный инструмент и носи его с собой. Но вы уже догадались, в чем беда, да? Инвентарь не маленький, но вещи, как в той же сабнафтике, даже и не думают стакаться. Стак отсутствует как вид. И в итоге инвентарь забивает со мгновения ока. Особенно, если собирать вообще все, включая приколюки. Так я называю личные вещи космонавтов и прочий скарб. Например, чьи-то стринги или матрешку с лицом, как у телеканала вид. Или там всякие плакаты, которые можно потом вешать на стену. Вот тут, кстати, неудобно сделано. Плакат вешать легко, но при подходе к нему сразу высвечивается кружок. И в итоге он весь обзор краски закрывает. Это неудобно. Все эти вещи не нужны, но подняв их, можно послушать забавную реплику скафандра по поводу увиденного. Практически в конце игры я научился строить выставочный шкаф для базы. И я еще так подумал, что если сейчас выяснится, что все это барахло, которое я повыкидывал по всему космосу, нужно будет собирать снова для коллекции, то я убью разработчиков. К счастью, казалось, что нужно просто поднять эту штуку, и она добавится в найденное. И насчет всего этого, найденного, я скажу так. Я заядлый манчкин. Взять тот же Скайрим. Я люблю, когда у меня собрана коллекция всего возможного в принципе, даже если это возможная бессмысленная штукенция. Однако у меня не появилось ни малейшего желания собирать коллекции всех этих трусов космонавта, кровавленных молотков и прочих оплавленных бластеров и матрешек. Какой-то прям эффект зловещей долины. Не знаю, противные они. Но вернусь к сути. Ресурсов понадобится собирать много, соответственно место, занимаемое инструментом, им будет мозолить глаза и откровенно мешать. И как бы, ладно, ладно, я понял суть. Наш герой рукожоп. Если бы в этой вселенной был варп, хотя тут есть варп скачки, но наличие самого варпа для варп скачка, как ни странно, не обязательно, да? И если бы в этом варпе обитало божество рукожопости, то наш протагонист, мужик, был бы его аватарой. Тут красной нитью пролегает наша криворукость через всю игру. Чинить все ударами лома, это понятно. Собрать вместо дико сложной электроники тот же лом и таки починить то, что необходимо, это тоже ладно. Прицелиться и чихнув во время выстрела профукать единственный шанс заполучить необходимое? О да, это про нас. Теперь просто посидите тут. Взлом потребует максимум моей производительности, и я отключусь на несколько секунд. Просто ничего не трогайте и не нажимайте. Так, я снова с вами. Хочу сообщить, что... А-а-а-а! Что-то... Бежим отсюда! Я же вас на три секунды оставил. Вы просто с мозаикой. Да там же не было ничего. Да я же... Мне... Ведь мы почти... Ах... Я бы хотел как-то это прокомментировать, но даже не знаю как. Лучше нам вернуться на Нормандию. На самом деле идет 2073 год, и хотя название фирмы почему-то английское, Брэсидж, все остальное здесь на русском, включая надписи на мониторах, и это радует. И отдает это все чем-то таким постсоветским. Я бы вообще сказал, что визуальный стиль игры это ретро-футуризм. Не такой, каким мы его привыкли видеть. Я бы сказал так, более даже логичный, чем нам показывают обычно. То есть, например, если в играх есть ретро-футуристический телефон, то это обычно такая бандура, как у Сталина, только с наночипом в жопе и способный звонить через космос и включать громкую связь. Здесь же это именно рация, но выглядит она так, будто бы ее собрали именно в Союзе, просуществовавшем не 69 лет, а полтора столетия. На мой взгляд, дизайнеры с этим очень угадали и работу выполнили вообще на отлично. Но я опять отошел от темы. В 2073 году наш мужик, похожий чем-то на убивана Кеноби, являясь откровенно криворуким и из подручных материалов собирает попросту ороча барахло. Поэтому там и нет батареек, там просто нечему запитываться. Ножницы на веревочке, дрын с гвоздями, магнит, примотанный скотчем к палке, вот наш удел. Когда мы строим первую постройку, она также пристает перед нами именно в таком виде, но игра шутливо говорит, мол, ладно, пусть хоть постройки будут смотреться нормально. И это забавно. Неудивительно, что все это рассыпается в руках. Пусть так, но можно хотя бы сделать инструменты попрочнее. Царь всего тут лом, он выдерживает 50 ударов. 50 ударов для лома это ни о чем, это 4 раза выйти погулять. Сканера хватает на 20 сканирований и все остальное вот в том же примерно диапазоне. Кроме магнитной отмычки, которой мы вскрываем гробы. Да, не удивляйтесь. Вот ее я создал и хотел с ней всю игру, и только в конце для сюжета создал еще одну. Притом на определенном этапе игры мы можем собрать бесконечный лом, прилепив к обычному фотку Чака Норриса. Почему нельзя так же сделать с другими инструментами, скажите мне? Они же будто из картона сделаны. Вы просто поймите, тут миссии выглядят так. Ты что-то обнаружил, ой, это что-то сломано. Почини или собери деталь для починки. А чем чинить? Опчики, а инструмент в то же как нет. Сломался инструмент, пили назад на базу. И ты только этим и занимаешься. Туда-сюда пилишь, бороздишь бескрайний космос на жопной тяге. Думаете, я шучу сейчас? Нет. Нет, я сейчас не шучу, и это еще одна проблема игры. Как и в Сабнафтике, ты постепенно увеличиваешь запас кислорода, находишь ускорители и прочее. Но это все потом. Это совсем потом. Сначала ты медленно, медленно летаешь своим ходом со смехотворным запасом кислорода, которого хватает просто на поздороваться. Космос, привет, я пошел домой. Серьезно. С таким запасом ты еще долго прошкандыбаешь. Особенно если уже не знаешь, что и где искать, что как делать. Как это и бывает при первом прохождении. И придется исследовать довольно дальние уголки участка космоса. Иногда можно встретить иные источники кислорода, потом можно сделать их самому. Но вообще это очень большая проблема. Кислород быстро заканчивается. В Сабнафтике, казалось бы, то же самое. Да. И я долго думал над тем, почему же это ощущается там совсем по-иному. Возможно, именно из-за атмосферы. Через какое-то время мы учимся ускоряться. Сначала на пердючной тяге. Да, именно на ней. Я что, не сказал, что первый баллон для воздуха мы делаем из презерватива? То-то же. Вот. А потом и вовсе. Оседлай модифицированный пылесос. Да. С этим пылесосом вообще забавно. Оседлать его можно той же кнопкой, на которой висит стрельба или починка. Так что если у вас в руке бластер или гаечный ключ, будьте готовы вместо того, чтобы сесть, подлатать его или повредить агрегат. В общем, в обоих случаях заряд инструмента потратится. Возможно, и пылесоса, кстати, не станет. Но пылесос так или иначе появится не скоро. И очень долго мы будем именно что на черепашей скорости летать по космосу своим ходом. В космосе, кстати, есть опасности в виде радиации, но это скорее сюжетный момент, и обледенение, момент внесюжетный. Это там, где разлит хладогель. Вот эта вот синяя хрень. Экран при этом покрывается инеем и становится не видно вообще ничего. Это верная смерть. Убрать инеем можно лишь подлетев к источнику тепла. Пойди найди его потом, да? Либо улетев далеко, но это трудно сделать вслепую. Напоминаю, кислород кончается быстро. Удачи! Кстати, подбирать ресурсы, двигаясь при этом по инерции, то еще удовольствие. Вот вы знали, что в игре есть кнопка стабилизации, левый альт, чтобы остановиться? Я не знал. Я уже от безысходности полез в настройки управления, потому что подумал, что такой кнопке быть логично. И она была, спасибо разработчикам. Не знаю, может я чихнул, когда мне про нее говорили, но я упоминания о ней в обучении не встречал. Какой-то хардкор повосянский, честь слово. Возвращаемся к крафту. Как вы поняли, ресурсов понадобится очень много. На этом фоне встает актуальный вопрос. Какого хрена в игре делают одноразовые предметы? Например, сканер почвы. За всю игру есть две ситуации, где его можно использовать. И поверьте, в этот момент нужного прибора у вас не будет в инвентаре. И вы не захотите за ним возвращаться на корабль. А знаете почему? Потому что при подлете скафандр вам сам расскажет все необходимое. Или вот тот самый металлический член. Но то ладно. Шлем скафандра с антирадиционной краской, да. Я реально потратил минут 20, возможно больше, на поиски и сборы ресурса для него. Потому что мест, где можно добыть краску, всего два на локации. И когда сделал шлем, он оказался реально закрашенным. То есть в нем ничего не видно. Ха-ха, шутка, смейте, смешно же, да? Мне не смешно. И таких предметов наберется не то, что прям много, но даже два. Это уже немало, с учетом еще и того барахла из космоса, о котором я уже говорил. Притом, сам интерфейс крафта сделан не просто крайне неудобно. Он какой-то просто странный. Знаете, распределение по вкладкам мало того, что не интуитивно ни разу избивает с толку, вот это еще и ошибочное. Скажите, вот почему один предмет в предметах, другой в инструментах, третий в объектах? Хотя все три, по сути, предметы. Сам процесс крафта долгий. Реально долгий, секунд 10. То есть скрафтить две бутылки воды, это уже 20 секунд. Ускорить крафт в 4-5 раз, ничего же не изменится. Разве что на терпение так давить игра не будет. А еще было бы удобно, как в Дон Старов, например, дать игроку знать, если ресурсов хватает на какое-то изобретение. Но это уже как раз таки не критично. Из-за шутливого описания предметов очень часто вообще непонятно, зачем оно нужно. Но это ладно. Есть более насущный вопрос. Куда складывать все это награбленное, накрафченное барахло? Хотя бы ресурсы. Ответ. Крохотное багажное отделение. Да. Ну, то есть оно не крохотное. Да, оно нормальное, но его дико не хватает. Нужно штук 5 или 6 таких, минимум. Позже можно будет скрафтить чемоданчик. По какой-то совсем уж неправдоподобно баснословно ресурсной цене. Но это потом. Опять же, совсем потом. А сейчас мы просто учимся космическому дизайну, такому космическому фэншую. Сваливаем ресурсы в кучу по углам. Какая прелесть. Хорошо, хоть как в рафте они не исчезают. Хорошо, физический движок хотя бы не разбрасывает их. Ну, точнее, разбрасывает, но редко. Да. В целом, с распределением, конечно, бардак. Если хочешь переселиться вместе с накопленным барахлом за 3-9 земель. Нет, ты не можешь примотать чемодан к пылесосу изолентой, хотя, казалось бы, тут вся игра на этом построена. Нет, ты будешь раз 6, раз 7 летать между базами на этом долбанном пылесосе, забивая инвентарь. Сами угадаете, насколько это бесит. В один момент скафандр нам говорит, опа, гляди, там портал, давай его активируем. Ты пытаешься и так, и сяк, а потом он говорит, ну, мужик, да ты чё, я же стебусь, какой портал? А надо было сделать порталы! При не очень больших размерах самих локаций расстояние между ними ощущается огромными. Да, это космос, тут так и должно быть, но в игре, где можно лететь на пылесосе, можно же было сделать какую-нибудь подобную условность. В Сабнафтике-то хоть мотылек был. Кстати, вот о базах. Помните базы в Сабнафтике? Они были красивы, раз, и необходимы, два. Там была достаточно большая карта, с учетом глубины даже огромная, и чтобы, например, добыть нужный ресурс, тебе приходилось строить базу и не одну. А еще они были интересно сделаны. И дизайнерские, кстати, в том числе, хотя мододелы показали, что там тоже было над чем работать. Однако вспомните, какой кайф был в создании глубоководной базы, в превращении ее не только в фабрику, но и в дом. Хотя более уютной, если уж так говорить, была подлодка, но тем не менее, даже подлодка там все-таки была. Ключевое слово – уют. Твоя база – это твой уголок, где ты должен чувствовать себя комфортно. И дело не в том, что космос не может быть комфортным, потому что это враждебная среда, да еще и не в простой ситуации. Знаете ли, в Сабнафтике тоже ситуация была непростая, и среда не менее, а даже более враждебная. И что? Что же мы видим в Брэсидже? Вот нам, порвав пердак от постоянных ускорений, удалось допереть до еще одного разбившегося челнока. Там есть свет и кислород. Гуд. Есть в шкаф. Перетащить вещи со старого – ну, я уже сказал, насколько это просто и занимательно, особенно с самого начала игры. А главное – медленно. Обживаемся заново. Футуристическая обстановка совершенно не кажется уютной. Туалетные шутки и не менее от того туалетная атмосфера желания расслабиться также не добавляют. На челноке или в комнате вполне может быть засорившийся сортир с торчащим оттуда, сами понимаете чем, да? Или труп космонавта с растекшейся застывшей кровью, чаще именно вот это. А еще все сломано, искрит и, как говорится, ну и в баню, да? Временная база, куда и возвращаться-то не слишком хочется. Хочется, наоборот, побыстрее оттуда свалить. А как свалишь, поймешь, что в нюансах открытый космос, он примерно такой же, только гораздо разнообразнее. И вот это вот разнообразие, оно как бы палка о двух концах. С одной стороны, нате вам обломки челноков, маленькие астероиды с камня, льда, титана. С другой, вот вам сортирный юмор. Прикованный розовыми наручниками кровати труп космонавта в невесомости, да. Сортир застрявшим в нем трупом. И вообще, к сортирам тут у разработчиков особый пиетет, это сразу видно. К сортирам, к испражнениям, к моче. Тут моча вообще как ресурс, да. А еще можно пассать на проводку или в вакууме. Удачи! В общем, в одних условиях что-то может быть смешно, в других то же самое будет отталкивать. Я, получается, немножко скакнул на другую уже проблему, но, знаете, трудно смолчать. Из-за всей этой абсурдности, нагоняемой бесконечным юмором и неприятными откровенно ситуациями, с мочой, говном, гробами, а также целой прорвой по-настоящему смешных шуток, космос не воспринимается всерьез. Ни космос, ни ситуация, ни игра в целом. Это такая магика, только про космос говной гробы. Прозвучало неприятно, да? Но оно так и есть на самом деле. Атмосферой игра гробит свой потенциал. Забавный каламбур. Игра про гробы гробит сама себя. Ты не можешь погрузиться в ужасы отлично нарисованного космоса, потому что на каждом шагу смехуёчки. Ты не ощущаешь футуризм до 1073 года, потому что по космосу ты передвигаешься на аппарате, работающем от пердежа и сделанном из шаурмы, облизневшей мочи и металла. Это комедия абсурда, и космос сильно с ней контрастирует. В итоге страдает погружение. Ты будто бы наблюдаешься игрой со стороны. Ты не живёшь в ней. И в один момент хочешь уже поскорее просто закончить. Я, например, сильно хотел. Но это была только середина. Да. И это симулятор выживания, который, по идее, нацелен на изначально высокую реиграбельность и репетативность действий. Уничтожению атмосферы способствует также красивая мелодия открытого космоса. Странно скажете, да? Как красивая мелодия может что-то ломать? Может. Может, когда она одна на всю игру. Во всей игре есть. Мелодия главного меню. Мелодия открытого космоса. Мелодия, которая начинает звучать, когда заканчивается кислород, сбивая красивую мелодию космоса. И это никак нельзя отключить в настройках «Мать твою». Мелодия боевая, которая звучит в двух местах в игре. Но не во всех боях почему-то. И две мелодии заброшенных баз. Одна страшная, другая обычная, которые звучат, собственно, на двух сюжетных базах. Итого шесть мелодий. Но они как шесть не ощущаются. Они ощущаются как две. Космическая и кислородная. И даже самая прекрасная мелодия начинает бесить, когда ее гоняет по кругу. Без возможности заменить. Особенно если эта мелодия длится две минуты не больше. То есть ни шесть, ни десять, ни пятнадцать, ни двадцать. Это не амбиент на час, как делают некоторые игры. Нет. Это двухминутный луп. Да. Здесь вынужден признать, что все-таки я ошибся. Уже на стадии монтажа я кое-что выяснил. Оказывается, эти композиции аж тридцать две штуки. Я залез на Википедию, посмотрел тридцать две композиции. И действительно, я немножечко погрузился в этот вопрос и понял, что как минимум амбиентов есть несколько, минимум два. И один из них как раз длится десять минут, второй пятнадцать минут. Ну то есть, на самом-то деле, это немало. И, ну, я должен признать, что в этом плане я ошибся. Однако почему-то всю игру у меня было ощущение, что звучит одна и та же мелодия. Возможно, проблема в том, что мелодия кислорода, когда он кончается, постоянно перебивает эти самые амбиенты. И вот это вот, наверное, самое худшее музыкальное решение вообще во всей игре. Кроме того, я послушал остальные композиции из разряда тех тридцать двух, вернее, из числа тех тридцать двух, и понял, что я не слышал даже половины из них. Как вот так вот это было сделано в игре, что они просто нигде не звучали. Вот как так? И получается, я технически ошибся, но по факту действительно в игре ощущается всего лишь две мелодии. Это мелодия открытого космоса и мелодия кислорода. Ну, плюс в конце еще, да, мелодия битвы с боссом, которую ты тоже уже слышал в каком-то другом бою. В бою, кажется, с боссом их всего два, я потом об этом скажу. Ну и, собственно говоря, с музыкой здесь как-то очень странно напортачили. Наверное, я такого вообще нигде еще в играх не встречал. Притом, сам амбиент, на самом деле, действительно очень красивый, я еще раз это повторю. И даже достоин прослушивания вне игры. Я бы так и сделал, если бы он мне не осточертел. Еще есть радио, можно включить песни. Тачанка-расточанка и вот еще подобная фигня забавная, которая, угадайте, какую атмосферу создает, уж точно не серьезную. А местами игра вдруг решает, что она хоррор и начинает реально пугать. Вот эти вот склады с трупами, необходимость их изучать, сверлить, гробы повсюду. В гробах, разумеется, тела, как же без этого. Ты так и ждешь, будто они сейчас встанут и пойдут. Ну, они не встанут. Тут даже скримеры присутствуют. Очень странное сочетание. Такое явно не для всех. Но вернемся к жилищу. Вот ты решил построить базу. Чертежи, как обычно, ищутся по всему космосу. Вот ты ее построил и зашел в нее прелесть. Тут все как в сабнафтике, только подача кислорода более продумана в том смысле, что таки нужен генератор. По сути, изнутри база выглядит как пустая коробка, но беда в том, что она таковой и остается навсегда. Про уют я уже рассказал. Забудьте, его нет в игре. Чувство безопасности есть, да, уюта нет. Отуючить квартирку не выйдет. Постройка всяких тумбочек и прочих цветочков стоит дорого. Устанавливаться они крайне неудобно и красивым все это все равно не сделать. А если ты захочешь разобрать базу, то тебе вернут лишь малую часть ресурсов. В сабнафтике возвращали все ресурсы целиком. Знаете почему? Потому что это давало возможность экспериментировать. Ты понимаешь, что вот сейчас ты соберешь базу, она тебе не понравится, ты ее разберешь и пересоберешь так, как тебе понравится. А в Бресидже ты, если что-то разберешь назад, то придется собирать дорогостоящие ресурсы, чтобы что-то построить заново. А собирать их нужно на станке. А строить базу рядом с другой базой никто не будет. То есть станок не рядом. Есть, конечно, сейфлоуд, но это как-то некошерно, ей-богу. Загрузкой тут вообще беда. Смешная шутка, когда ты умираешь, возвращаешься к допросу и тебе говорят, мол, ты врешь, ты не мог там умереть, ведь ты тут стоишь, да? Эта шутка смешная первый раз десять, потом она дико бесит. Притом, при смерти ты не можешь быстро нажать на эскейп и вручную загрузиться. Нет, сначала загрузится сцена, а потом уже грузись ты. Почему нельзя было хотя бы в опциях это отключить? Не то чтобы тут так уж часто умираешь, но смотря как повезет. И смерть по итогу тут вызывает только раздражение, но это, наверное, так везде. Ну и вот, построил, значит, ты базу у хайдоков на эту гору ресурсов, а потом сидишь такой и думаешь, а зачем? Ну, то есть, правда вот, зачем? В сабнаптике база нужна была, чтобы было где перекантоваться в подводном мире, в разных биомах, на разных глубине. Тут же кислородных точек достаточно много, таких вот мини-баст, разбившихся челноков. Даже чересчур много. В базах твоих, которые ты строишь лично, нет вообще никакого смысла. Жить в них возможностей и желаний нет. Готовить еду, ну, знаете ли, в игре большая проблема умереть с голоду, это нужно очень постараться, нужно быть очень невнимательным, прям как я в выживалках, по той причине, что еда и вода по космосу разбросаны в каких-то просто громадных количествах. Но даже мне, даже мне, человеку невнимательному удалось это сделать нелегко. От недостатка кислорода умереть гораздо проще, чем от недостатка еды или воды. Зачем еще? Нужна база. От врагов защищаться? В игре нет врагов. Точнее, есть, но лишь в двух местах они не странствуют. На тебя никто не нападет, мир статичен. Возможно, это тоже отличает его от подводного мира. Там бурлила жизнь, тут же безжизненное пространство. Что еще? Припарковать транспорт? Я так и не понял, как завести его в транспортный отсек. Не понял и то, как создавать новый транспорт. Но, зная игру, я понимаю, что это может быть и потому, что такой возможности в принципе в игре не предусмотрено. Зачем вообще нужна база? Станки, компьютер? Все это есть в достатке и не требует ресурсных затрат. Да, база нужна по заданию, в смысле, построи ее, построи верстак, исследуй скафандр. Круто, но тебя заставляет это сделать. Тебе-то она лично зачем нужна? Хотя, исследовательский уникальный верстак действительно уникален. Да. На нем, за какие-то невероятные ресурсы, которых хватило бы на постройку того, что ты исследуешь в двойном размере, ты можешь, собственно, что-нибудь исследовать. Притом, не что-нибудь, что ты видел, а вообще все, что есть в игре. Хочешь военный баллон в начале игры с кислородом, да? Пожалуйста. Хочешь тот самый пылесос? Пожалуйста. Исследование занимает от 5 до 20 реальных минут. Можешь пока пойти попить чай. Хотя, беда в том, что все эти чертежи ты и так найдешь в игре именно тогда, когда они тебе нужны. Какой смысл было расставлять те же утерянные места для исследования, если ты можешь все это исследовать, не заходя туда? Да, быстрее исследовать кислородный баллон, чем найти, но разве это не поломка механик исследования? И при том, ты практически до половины игры будешь находить чертежи того, что уже в начале исследовал. Кстати, о чертежах. Чертежи комнат мы тоже собираем по ходу игры и хотя бы их исследовать нельзя, на том спасибо. Но там другая беда. В малом техническом отсеке более чем достаточно места для всего, что нужно. В малом жилом помещении жилое помещение вообще нахрен не нужно. Но есть еще транспортный отсек, тоже непонятно зачем. Но предположим, что это я в шары долоблюсь, и транспорт таки туда можно загнать, пусть. А есть также средние и большие отсеки. В описании к ним разработчики сами шутят, что мол, а что с ними делать? А ничего, они не нужны. Они правда не нужны. В них можно обустроить, например, выставочный зал, да, если кому-то реально захочется подобным заморочиться. А на самом-то деле такие громадные пространства просто не нужны. Там и маленькие-то особо не нужны. В итоге вся эта затея с постройкой и неудобна, и бесполезна. И на этом проблема игры не заканчивается. На этом проблема игры, как ни странно, только начинается. Хотя нет, справедливо все-таки сказать, что просто продолжается. В ней, помимо всего, названного кучи вещей, которые сделаны не совсем удобны, мягко говоря. Долгая задержка при открытии ящиков, долгий крафт, об этом я уже говорил, не самое удобное навигационное меню с кучей меток, которые хотя бы можно убрать, только переименовывать их нельзя почему-то. Но все это меркнет по сравнению с космическими боями, мать их. Я уже говорил, что врагов почти нет. Так вот, в первой главе есть одно место, где враги есть. Турели я за врагов не считаю, это статичные пушки, которые делают пиу-пиу. Реально, их выстрелы это пиу-пиу, и сражение с ними дико неудобно. Но не по сравнению с космическими милицейскими. Эти роботы кукоют около военного челнока, и ёб вашу мать, как же они бесят. Это мерзкое говно, которое очень неохотно умирает даже от бластера, перебивая выстрелы. Оно в основном ведёт себя как корт под знаменем ВААК. Летит в рукопашную и начинает нахуячивать тебя, извините, дубинкой, по-другому просто не скажешь. И самое главное, они не умирают насовсем. Они скоро восстановятся. Блин, технология, сука, звёздной кузницы. И потому, если ты убил его где-то, где нужно что-то исследовать, готовься, скоро по твоей заднице проедутся суровой, супер-жесткой полицейской дубинкой. Извините, милицейской. Конечно, да, милицейской. Здесь это милиция. Всё ещё 73-й год, да. Притом, опять же, бластер крафтится недёшево, хотя вполне терпимо. Просто глядя на прорву ресурсов в углу, легко обмануться тем, что их визуально много. По факту, они расходуются очень быстро. Быстрее, чем ты думаешь. И по итогу, врагов в открытом космосе как бы нет, за исключением вот этих вот названных. Да и друзей тоже нет. Хотя, опять же, есть скафандр-собеседник. В то же время, вы иногда получаете сообщения от выживших. Якобы от выживших. Например, мы получаем сообщения ни от кого иного, как от экипажа Нормандии. Да-да, той самой. И, простите меня за спойлер, разумеется, всю команду перебили, а сам капитан Шепард погиб, эпично застряв в текстурке. Вот за это я хочу отдельное спасибо сказать разработчикам. Это достойная смерть. Уж всяко лучше светофора из оригинала. Ладно, шутки-шутками, саму Нормандию можно еще починить. И вот, починив ее, мы стартуем в третью главу, которая кардинально отличается от первых двух, притом в худшую сторону. Теперь это не выживалка. Это этакий Elite Dangerous или Паркан. Мы за рулем Нормандии летаем по космосу. Кислород больше не помеха, так как он есть и в капсулах, и на базе, в которой мы швартуемся. С голоду умереть тоже невозможно, так как в полете мы не ощущаем ни голода, ни жажды. А на базах еда разбросана просто-таки в огромных количествах. Ресурсы собирать все еще нужно, но они в обилии разбросаны, как и питание, поэтому просто идем и собираем все, что плохо лежит по пути. Тут уже чаще встречаются миссии типа «Опа, дверь! Но как же ее сломать? Ммм, давай-ка скрафтим пилу!» И ты такой возвращаешься на корабль, собирая ресурсы, если их вдруг нет, крафтишь, снова возвращаешься к этому месту и пилишь дверь и идешь дальше молять, чтобы у тебя не запросили какой-нибудь вычурный инструмент вроде щупа, который ломается со скоростью света. С этого момента сюжет, как и геймплей, идет по рельсам. Нормандия прибыла в другое участок космоса, кстати, да, тут есть участки, их можно выбирать зачем-то. То есть можно, как починим корабль, вернуться на прежние точки. Правда, в районе двух первых глав на первой точке лететь на Нормандии все равно нельзя, геймдизайнерами не предусмотрено. Летай на пылесосе, чего уж там. И ты просто всю третью главу посещаешь базы и собираешь нужные предметы для починки корабля. Правда, теперь уже можно встретить гроботов. Это те самые роботы-гробы. Они летают по космосу вокруг своих мини-баз, которые можно расфигачить. Подобие докфайта тут сделано просто отвратительно, при том, что сами космические бои легкие и скорее раздражают, чем веселят. Тем более, они факультативные. Большую часть можно избежать. При том, во время боя даже не звучит боевая мелодия, единственная на всю игру, отчего прям диссонанс какой-то происходит. Зачем эту фишку прилепили, вообще не ясно. Выйти в космос пешком больше нельзя, только на корабле. База, сами понимаете, отсутствует как вид. Ну и зачем, в принципе, она нужна была тогда, когда есть корабль? И вот тут получается очень интересно, знаете ли, когда я летел по космосу, держась за баранку, я понял, как же я соскучился по качественным космосимам вроде того же древнего Паркана или опять же Эли Денджералс или еще чего получше. Я понял, как же было бы шикарно, если бы вместо комедийного нечто разработчики сделали реальный космосим. Получилось бы очень интересно, но сделали, что сделали, что уж теперь. Тут даже от баранки не отлипнуть во время полета, все заскриптовано, песочницы нет, только для вида порядок миссий не определен. Зато сюжет начинает развиваться, и вот хоть он тут не подкачал, да, он все еще кажется маразматичным и затворящийся вокруг чуши, но он действительно интересен. Опять же, юмор его заметно укрепляет, за ним интересно следить сквозь призму этих шуток, но общая атмосфера кутежа все равно портит картину, на мой взгляд. В итоге получается очень странная резкая смена центровых механик посередине игры. Опять же, ощущение, что разработчики просто экспериментируют. Возможно, так и есть. Я не против экспериментов, особенно если это первые их работы, но просто тогда им было бы полезно узнать, что вот подобное, оно все-таки лишнее, ну или по крайней мере в таком вот виде лишнее. Оставшиеся главы являются и вовсе гибридными, но хоть с уменьшенным масштабом космического пространства, и на том спасибо. Они выглядят сильно интереснее предыдущих, все из-за того же сюжета, из-за осознания того, что конец уже рядом. А еще все происходит сильно быстрее, уже не нужно ничего крафтить, ничего искать, просто коридорный шутан. Да, шутан без врагов. Максимум, что ты тут встретишь в этом духе, это турели двух боссов в середине игры и финале, которые по факту являются теми же турелями, ну то есть они статично стоят и стреляют, только турели убивают с оружием в лоб, а боссы методом уничтожения ключевых предметов на локации. Хотя, несмотря на примитивность такого подхода, все же должен признать, что финальный босс интересен, да и не финальный. Короче, оба два босса интересны, то есть, серьезно, это интересно сделано. В них ничего необычного нет, но это и не всегда нужно. В подобной выживайке такие смотрятся вполне гармонично. Забавно, но за весь игровой сюжет, строящийся вокруг гроботов, мы не встретили ни одного рабочего гробота от первого лица, по крайней мере, не находясь на корабле, то есть, скафандр к скафандру, грубо говоря, кроме нескольких подстреленных, у которых еще работает рука, но они, по сути, те же турели, только ведут неприцельный огонь, вот и все. И, знаете, наверное, это к лучшему, потому что бои вживую тут явно были бы посредственными. Да, в конце эти ребята стреляют в тебя с возвышенности, их можно заметить, зарядов потратил, прежде чем это выяснил. Я даже думал, что понадобится много оружия и аптечек для финального-то босса. Забил мне весь инвентарь, теми, что попадались по пути, их реально просто до хрена там попалось, а в итоге все это даже не пригодилось. Но я не жалею. Я в принципе не жалею о том, что прошел эту игру, вот что я вам скажу. Она неплоха, она очень неплоха. Да, с косяками, которые очень хорошо бы доработать, знаете ли. Знаете, что она мне напомнила? Horizon Zero Dawn. Там тоже связка интересных механик, которые не работают должным образом, но отдельно друг от друга они интересны в принципе. Вот тут точно так же. И несмотря на это, игра все же хороша. Хороша, но это даже не близко к сабнафтике. К сабнафтике, к Донстарову. Знаете что, это уровень Фореста пока что. С другой стороны, выше уровня Рафта, что уже радует. Разработчики обещают бесплатный DLC, и я обязательно с ними ознакомлюсь, но еще больше мне бы хотелось посмотреть на полноценную вторую часть или аналогичную их разработку, потому как господа явно умеют делать свое дело, интересную игру. А кривую или нет, это вопрос опыта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова